Добрый день! Сегодня мы продолжим разрабатывать наш REST интерфейс, но начнем с того, что непосредственно сам интерфейс будем разрабатывать. Все остальные ошибки исправим в процессе, которые в прошлый раз были оставлены в виде домашнего задания. Я использую framework Pyramid для разработки веб-приложений. Он немножко сложнее, чем вездесущий Flask. Он мне нравится больше тем, что он более эксплицитный, явный. Для Pyramid существует специальный вариант поддержки REST интерфейса. Это библиотека Kubernetes. Здесь мы видим простой пример реализации сервиса некоторого. Есть набор значений, то есть ключ отображается на значение в виде словаря. Мы можем в этом словаре менять ключи и значения, добавлять их, например. Из этого мы делаем сервис в данном примере. Первым делом мы создаем сервис values. У него будет имя вот такое вот. Это кусок URL, отображаемый на наш этот вот объект. И есть некоторые описания. И вот для нашего сервиса values, вот по имени. То есть декоратор. Видите, как выглядит. То есть сначала идет коммерческая при, потом название сервиса, точка get. Там могут быть параметры дополнительные. И для него формируется функция. То есть функция принимает наход request. То есть объект, представляющий собой информацию со стороны клиента, предоставляющая все. Например, с веб-браузера. Ну и вот метод get у нас возвращает значения. Значит, у request есть, то есть в URL есть вспомогательный, то есть есть кусочек, который определяет, какое значение нам нужно. То есть это объект values, да, а это какое-то конкретное значение. И к нему, то есть вот к этому объекту уже, да, выполняется метод get. То есть взять. Значит, берем это значение. То есть значение в смысле ключа, да. Значит, берем название ключа. Обращаемся к словарю. Берем этот ключ. То есть если его нет, то возвращается нул. Значит, как нул интерпретируется? Ну, можно потом посмотреть отдельно. Второй вариант пост. То есть когда мы что-то посылаем на сервер, это REST спецификация задает. Вот. В посте мы как раз можем задать значение новой ключу, например. Возвращает true или false. У нас эта конструкция. То есть, вообще говоря, когда делаются вот эти вот удаленные вызывы, какие-то процедуры, они всегда должны что-то возвращать. То есть истину ложь. Там выполнено, не выполнено. Ну, кроме того, что сам протокол HTTP еще возвращает при выполнении команд. Значит, здесь также первым делом мы берем значение. из реквеста, да? То есть берем, в смысле, название ключа, да, опять. Маленько надо было менять название. Key назвать. Путишься немножко. Ну, то есть вот он ключ. И потом значение этого ключа мы берем из той части запроса, из тела запроса. И это тело можно взять при помощи request.jsonbody. Вот. А тут я подозреваю, что это не все. Тут еще нужно вытащить некоторые значения. Ну, и в случае, если проблема с содержимым вот этого jsonbody, ну, json, правильно, возвращаем false, иначе все в порядке, возвращаем true. Значит, мы сделаем наш проект немного лучше. Мы сделаем специальный INI файл. Возьмем из примера сайта пирамиды. Будем запускать сервер по серв, так, чтобы он отслеживал изменения наших пайтановских файлов, чтобы нам не нужно было потом перезагружать вручную. Ну, и запуск запроса из командной строки, не из веб-браузера, а из командной строки. Можно сделать при помощи специальной утилиты curl. Здесь у него параметры, чтобы отправить пост сообщения на наш REST сервер. Вот. К нашему сервису values. Переменная full и "-d", это установить, что будет у нас находиться в теле нашего поста запроса. Таким образом, curl кодирует пост запрос, посылает его, и результат потом будет на экран. Значит, мы пример сам, наверное, не будем реализовать. По его примеру, будем реализовать наш REST интерфейс. У нас получится два сервиса. Один сервис будет группы студентов показывать, да? А второй сервис будет студентов непосредственно. Значит, еще одно ограничение мы здесь введем на некоторое время, а именно то, что, когда мы работаем с питоновскими объектами, да, то, например, мы должны в группе сделать какой-нибудь метод. Например, students, да? Этот students, по идее, должен был бы выдавать список студентов. И вот в каком виде мы должны этот список выдавать? В виде объектов, либо в виде этих объектных идентификаторов? Сейчас нам, вообще говоря, непонятно, да? То есть, если бы мы разрабатывали какое-то десктоп-приложение на Python, то тут бы понятно было, что здесь очевидно надо вводить студентов в виде объектов. Вот. А с другой стороны, если мы работаем удаленно, то нам, вообще говоря, все студенты сразу не нужны. То есть, мы можем выдать список URL на этих студентов, либо список идентификаторов этих студентов. И потом уже приложение, зная, куда обращаться с целью получения информации о студенте, то есть по специальному URL, может уже эту информацию там внутри найти. Значит, такой способ лучше тем, что нам не нужно грузить много информации о студентах, причем она, может быть, нам не нужна. То есть, экономить трафик можно. Но из-за этого у нас есть некоторое зацепление. То есть, то, как реализует свою часть клиентскую клиент, уже определяется структурой нашего REST-сервиса. То есть, мы его заставляем делать именно в такой последовательности. То есть, сначала мы в группы запрашиваем список объектных идентификаторов, потом мы эти идентификаторы уже превращаем в информацию о студентах. Да все зависит от того, как мы вообще, в принципе, проектируем. Ну, такой подход вполне себе реализуем. Так что перейдем сначала к разработке самого сервера вообще на пирамиде. Я его скопирую и потом объясню, как он работает, как они файлы создаются и как его запускать. Да, я еще забыл. Делал я makefile и адаптировал Nose для запуска наших тестов. Поэтому сейчас немножко все попроще этого работать. Вот я его запускаю. Система должна связаться с сервером и потом выполнить тесты. Да, вот все у нас получилось. Я тут убрал лишнее отображение информации. У нас объект удачно загрузился из нашей MongoDB и вставил там. Кстати, у нас тест немного неправильно работает. А именно в том смысле, что всякий раз добавляется новая группа. Нам нужно будет лишнюю группу удалить. А тесты должны всегда выполняться таким образом, чтобы база данных в конечном счете не меняется. Делается это для того, чтобы тесты можно было проводить на реально функционирующей у заказчика системе. Здесь у нас некоторые нарушения. Для создания проекта на пирамиде можно пользоваться в туториал, то есть первый раздел документации по пирамиде. То есть версия уже может меняться. Сейчас вот 2.0.1, например. Выбираете QuickTutorial. Выбираете QuickProject Startup with CookieCutter. То есть можете взять вот эту страницу, выполнить. вот эти вот все конструкции и в результате вы получите проект. Да, вот. И тут же можно его запустить. То есть заработает он или нет. Так, я это делать не буду, потому что у меня проект уже есть. То есть, в принципе, конечно, давайте, может быть, его выполним, да. То есть отдельно сделаем проект, а потом уже часть скопируем. Вот мы находимся в корневой директории. Проверяем, какой у нас Python. Shims.pnf. Ага. Неправильный Python у нас. Вот я активировал среду ZCA, где мы проводим наши эксперименты. Проверил Python. Мне, в принципе, тоже самое возвратилось. Это конструкция, при помощи которой осуществляется переключение между виртуальными средами, как оказалось. Ну, тут я его запустил и попробовал импортировать пакет, который только есть в ZCA. Теперь нужно мне туда добавить пакет cookie cutter. Это вот традиционное обновление pip и setup tools, что он постоянно напоминает. Оказывается, он опять есть новый. А, ну не pip, а setup tools. Устанавливаем cookie cutter. Можно установить снова пирамид с надеждой, что ее можно обновить в пакет. Но тут все в порядке. Так, ну и собственно создать проект надо. Project name, соответственно, что у нас получается. Пирест. Пирест. Экземпляр, да? То есть мы не хотим нигде же его публиковать, поэтому пусть так называется. Select template language. Ginger, Chameleon, Mako. Mako это что-то похожее на джанго. Ginger довольно мощный такой инструмент. Я с ним не сильно знаком, но Chameleon это, так сказать, мое родное. Но большинство, я думаю, зрителей, большинству он не понравится. Значит, Chameleon отличается тем, что он совсем чуть-чуть добавляет синтаксис HTML. Но при этом, то есть я основная часть Chameleon, а она в синтаксисх HTML ничего не добавляет. То есть это шаблонизатор, да? А остальные, они значительно меняют этот самый синтаксис. Давайте я Chameleon возьму, вдруг кому понравится. Backend. Это где мы храним информацию. То есть это мы, вообще говоря, устанавливаем пакет. Да, пакет из примера. То есть это уже функционирующее приложение. Вот это и в туториалы пирамиды есть три варианта. Значит, с хранением в SQL-химии. То есть при помощи SQL-химии, скажем, в SQL-IT. Либо в ZopObjectDatabase. Можно про нее вообще отдельную лекцию прочитать, что это такое. Ну и None. Без этой конструкции. Вот давайте None будем использовать. Все, вот он что-то сгенерировал. Предлагает. Вот мы все уже сделали. Теперь пробуем запустить. Сначала зайти наверно внутрь пакета. Вот. Ну тут что-то не работает. Поразбираемся сейчас. Не найден пакет metadata. Сейчас посмотрим, что с ним делать. То есть, вероятно, не выполнена вот эта инструкция. То есть мы должны... В общем, не было пакета metadata. Вот для того, чтобы его установить в том числе, да. В соответствии с туториалами надо было обязательно проинсталлировать наш пакет, который мы куки-катерам генерировали. Это делается вот таким вот образом. Так, причем он его инсталлирует в режиме development. То есть мы можем менять у него внутри что-то, а он при этом будет считаться все еще установленным. Ну вот установилось много чего интересного, в том числе, хамелеон, да, о котором я говорил. Ну и теперь, собственно, вот этот developer.ini, то есть по серверу запустил наш сервер. В этом и по адресу 6543 мы теперь можем показать localhost. starter project. Сейчас быстро пробежимся по структуре проекта. Что здесь к чему. И потом будем REST-ом заниматься уже. Значит, я останавливаю сервер. Ctrl-C. Так, это файл development.ini. И тут у нас что есть? Есть указание на то, где искать entry point, то есть точку входа. Значит, что конкретно, чем является entry point, зависит от проекта. В частности, это может быть функция, вот так, с определенным именем, да, и находящийся вот в этом пакете. И эта функция, например, тут надо смотреть уже точно. Возвращает приложение VSGI, например. Значит, дальше здесь идет конфигурация модулей. Точнее, здесь конфигурация пермиды. Здесь могут быть добавлены еще кусочки, связанные с импортом различных модулей в процессе загрузки. То есть модулей можно импортировать как командами import в питоне, так и вот в этом конфигурационном файле. Вот сервер, да, значит, находится, используется waitress по адресу такому-то. Main, тут надо опять же смотреть, это main waitress или же main нашей процедуры. Но, скорее всего, это main waitress. Потому что здесь конфигурируется мы на то, каким образом мы создаем веб-сервер. А это само приложение, чем у нас является. Дальше идет конфигурация логгеров. Мы пропустим, это довольно долго можно шариться. Ну да, и все с этим, собственно, заканчивается. Сюда, в этот ini-файл в проекте мы можем добавлять свои конфигурации. Для этого нужно изучить, ну как минимум, только конфигурируется логинг и потом пакет, который реализует конфигурацию. То есть это ini-файл, который передается. Их бывает разные. Несколько штук. Вот один, значит, для продакшена. Тут некоторые отключены возможности. Например, отладчик отключен или там по-другому настроены логи. Значит, тесты сгенерировались. Мы их смотреть сейчас не будем. Вот наше приложение. Это конфигурация. Значит, оно должно где-то у нас им быть импортировано. А, ну вот он тот самый Main, который возвращает в SGI приложение. Это что у нас получается? PyrexMain. Давайте сейчас посмотрим. PyrexUpMain. Ну, то есть вот это вот соотношение значений определяет первый пакет, где находится и название приложения. Это то, что запускается в качестве entry point. Да, кстати, я еще одну вещь забыл посмотреть. Сейчас в отдельном окне открою. Важная информация. Так. Важная информация здесь. Вот она, entry point. Тоже. AppFactory. Это то, каким образом это entry point определяется. То есть для этого нужно найти в PST AppFactory. И мы передаем параметры, что главная процедура находится в PyrexMain. То есть это на самом деле то же самое, что в Unify, только в другом виде представлено. По своей сути. Так. И тут нам еще нужно посмотреть, какие... Да, вот они. Пакеты требуются для запуска приложения. То есть здесь перечень пакетов не requirements. Это XT содержится в непосредственном свете. В некотором смысле это лучше, чем requirements сделать. Круц. Здесь отображение. То есть есть статические данные, связанные с... Если Ctrl здесь посмотреть, то есть, например, запрашивание PNG вот этой конструкции. Темы. Это все видите, в разделе static находится. То есть static можно, если вы привяжете ваш сервер, например, к Nginx или Apache, можно при помощи средств Nginx и Apache реализовывать. Так. Что еще тут надо посмотреть? Just a moment. Да. Ну вот есть домашняя директория. В смысле домашняя страница. Привязанная. И называется Home. Маршрут. И этот маршрут. Найти его views. Вот он. RouteNameHome. Способ отрисовки. MyPageTemplate.pt. И вот в этот MyPageTemplate передается значение Project с параметром Pyrex. Pyrex. Название нашего проекта, по сути. Ну еще вот NotFound есть. Можно тоже. Здесь все пусто. Привязка вот этого маршрута к этому шаблону и к этой функции делается путем сканирования. Это то, собственно, что мне не очень нравится. Сканирование. Вот с этого момента видите, когда config scan делается. Вот. Он добавляет файл помимо импорта. Можно импорт сделать. В принципе. Здесь это делается таким вот образом. Через конфигурацию. Можно вот эти конфигурационные конструкции добавить в ини файл в том числе. По-моему, даже скан туда можно добавить. Или сделать эту систему более такой декоративной, что ли. Смотрим templates. Вот наш MyTemplate, сделанный в хамелеоне. Значит, здесь мы пишем загрузку основного темплейта. Ну, какой-то он здесь. С чем интересен хамелеон, да. Вот тут можно устраивать такие вот штуки. Metal define slot content. И потом... То есть вот это поддерево. Поддерево. Можно потом заменить на другое поддерево. Это все есть и, конечно, в других шаблонизаторах. Но тут делается это все на уровне именно деревьев. Именно HTML. А вот это вот есть как раз то расширение, которое себе позволило делать хамелеон. Вот эта вот доллар-скобка. То есть есть вариант the page template. Это то, что было до хамелеона. Там даже этого делать нельзя было. То есть все там оставалось в рамках HTML. Ну, смотрим. Значит, define slot content. И теперь, когда мы нашу страницу сделали, мы здесь создаем, видите, по дереву. Metal fill slot content. Это имя. И вот эта вот конструкция добавляется туда вот. Внутрь вот этого лояута. Здесь еще надо посмотреть, как они вставляют название проекта. Ну, вот это вот делать таким вот образом. Есть еще, ну, такой более HTML-ный, что ли, способ. Или XML-ный. Заключающийся в том, что мы можем здесь поставить какое-то значение шаблонное, например. Ну, какой-то проект написать по-английски. А потом сюда добавить конструкцию tal. Здесь у нас metal используется. Meta-template-attribute-language. Сюда можно добавить tal, например, content. Tal двоеточие. Content равно и Python внутри прочих в кавычках. То есть это выражение. Ну, здесь сделали так. В общем, вот он проект. В принципе, примерно вы понимаете, да, как он теперь работает. Нам нужно его адаптировать. к нашему, к нашей системе. У нас здесь тоже все непросто. Поэтому первым делом я займусь адаптацией. Ну, потому что получится, я вам покажу. То есть мне цель какая? Надо, чтобы в рамках моего проекта можно было запустить этот сервер. Ну, вот я объединил сетапы. Кстати, пока делал, думал, надо было просто сделать два пакета, чтобы они друг с другом работали. В общем, тут пришлось мне, ну, сформировать набор требуемых пакетов. То, что нужно для тестирования. Ну, это я скопировал из пирамиды, да, из примера. Значит, это было добавлено. Удалено лишнее из нашего пакета, из нашего шаблона. Здесь у нас теперь два вида entry point. То есть шаблонный и который пришел от пирамиды. Ну, и тут также вот Extras немножко по-другому сделан. И Install Recourse. Все это я протестировал. Таким вот образом, что все устанавливается. Кстати, давайте поменяем версию. У нас же типа новая версия, предпрограмма. И переустановим его. Вот он его деинсталировал и заново проинсталировал. Так, теперь смотрим, что у нас там с самими текстами. Я скопировал папку с исходниками сервера сюда и переименовал ее в серв. Перейдем внутрь. Надо будет пройтись по всем исходникам и перенастроить все. То есть идея какая? Мы этот сервер делаем пакетом внутри нашего пакета или под модулем. Пастером серваком запускаем. Согласно конфигурации INI наш сервер. И он уже потом подхватывает наши конструкции. Ну, из нашего приложения со студентами. Тут вроде ничего не меняется. Здесь вроде тоже. То есть я не вижу здесь каких-то конструкций, зависящих от места расположения. Все места расположения у нас относительные. Вроде как тут все в порядке. Темплейт, тем более вот layout. Мы уже видели. И static. Вот теперь нам нужно их связать вместе. Здесь у нас получается, что серв является частью нашего пакета. В src. То есть здесь не просто student-group проекта, а student-group.srv. Так, это INI файл. Здесь пишем, пробуем серв написать. Нам главное сейчас его запустить. Так, eva.trace у нас это модуль, который проинсталирован в environment питоновский. Так, может быть, что-то здесь еще надо будет добавить. С этим разберемся. При запуске сервиса сервер опять ругается на metadata. Ну, вот она проинсталировалась. Может быть, она просто не грузится, а правильно. Теперь пишут, что мы не можем найти серв. Найти метаданные для серв. Сейчас поразбираемся. Самый простой способ это поместить серв в student-group. Потому что он просто встанет в его части. И обозначить, что student.srv. То же самое нужно аналогичную конструкцию вот здесь. student-group.srv.main Можно было, конечно, на main переместить. Вот сюда. И там назвать приложение другим именем. Лучше, чтобы они все-таки как по отдельным пакетам были. Но опять ругается. Это аналогичная вещь. Но посмотрим, что я забыл в том проекте. Такое впечатление, что нельзя называть вот таким вот именем. Чейз-стюдиан-групп. Тут разные комбинации entry-point. Попробовал поиспользовать. Этот, похоже, вообще игнорируется пастером. Так, еще надо редактировать. development.ini. Вот видите, вот так вот он заработал через тире. То есть по названию пакета, а не по питоновскому его названию. Сейчас попробуем переинсталлировать. Это будет уже другой пакет. Видите, студент-групп уже без пробелов. пип-инстал. Попробуем запустить теперь. Все равно не находит, но это уже немножко другая ошибка. Похоже, надо эту конструкцию добавить. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится. То есть он никак не хочет без метаданных грузить. Так, это у нас что? Вообще не плохо. Setup, Setup, Setup. Соответственно, нет метаданных для этого пакета. Пришлось сделать следующее. В мейне, который студент-групп, импортировать мейн из сервера. Вот и в связи с этим появляется новая проблема, связанная с тем, что неправильно настроены статические маршруты. Вот здесь надо подправить. Например, вот так пробовать. Serve. А может быть, надо будет и полностью здесь указать. Сейчас посмотрим. Говорит, что нету модуля serve. Попробуем различные. Например, вот так попробуем. Типа локальные модули поддерживаются. Нет, сейчас. Тоже не поддерживается. Тогда надо задавать его полностью. Вообще можно относительно задавать. Просто вот темплейт и все. Но тогда, насколько мне подсказывает память, мы тогда не сможем из этой конструкции сделать пакет. Будем дальше разбираться. А, ну, в общем, он для темплейта сработал. Теперь надо то же самое для статических объектов сделать. Вот это для 404 страницы. Нашел место. Так. Счетлен. Вкрытка. Сверх. Ну и так далее. В общем, надо их подправить. Ну вот. Заработало. Теперь будем делать, собственно, REST. Можно написать REST API, например. Можно просто API. Можно API REST. То есть у вас разные API есть. Групп. Ну и тут потом у нас будет группа ID. Можно даже взять сейчас из теста. Вот эту вот конструкцию. Controlins. И хотим что-нибудь с ней сделать. Например, просто посмотреть view в виде джессона, естественно. Так, сейчас ее скепирую. Запущу. Он говорит, что нет такого. Нет такой страницы, потому что мы ее не установили. Ну, что реализуем. Наш REST интерфейс. После этого нужно создать файл, в котором будет храниться настройка REST API. Так, и нам нужно будет потом этот REST API добавить в главное приложение. Может быть, мы в главное приложение мы и переконфигурируем, переделаем полностью. То есть, для начала просто надо, чтобы нам какой-то JSON возвращался. Идем обратно. К нашему примеру изначальному. Так, это наш тестер. Вот. И начинаем его реализовывать. То есть возьмем только вот это, да. Сюда вставим. Только нам опять же надо в REST API поделаем. Давайте сделаем так. То есть у нас здесь будет values-groups. Группы. Сервис. Name. Группы. Сервис. API. Так, и здесь получается, надо не забыть вот этот префикс. так. Группы. 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 REST. 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 И вернем его в D. По умолчанию отрисовщик возвращает JSON. Теперь нужно это все нам зарегистрировать. Вот я вместо импорта из моего подмодуля serve-main я его решил скопировать и изменить, чтобы не усложнять. На самом деле в пирамиде работает модульная система. Там можно, причем вот таких вот конструкций include, добавлять конфигурации дополнительных приложений. Ну, мы сделаем пока так. Значит, нам уже вот если добавить include serve-roots. Так, смотрим, что у нас получится. Не хватает модуля cornice. То есть он начал грузить наш модуль. Что хорошо. Теперь будем править сетап. В сетапе нам среди модулей нужно добавить requires. Cornice. Очень мне нравится питомство, что запятую здесь можно ставить. Переинсталируем модуль. Попробуем запустить. А, еще ошибка. Проблема в процессе сканирования конфигурации. Получается. Поступай. Ну, разберемся сейчас. Нам нужно посмотреть, что вставлять в project.ini для cornice. для этого мы опять же сгенерируем пример. Ну, здесь вот. Ну, пускай также my app называется Cornice Application. Посмотрим, как там устроен. То есть, вот мое приложение. Тут ровно столько, сколько нужно. Да, то есть, hello world return. Сколько я у нас. Вот. Main. Scan. My app. Include. Carnice. Ну да, кстати. Может быть, с этого начать. Вернемся. Среди группы. Нит. Конфиг. Инкрут. Какая найст. Ну, вдруг получится. Сейчас перезайдем. Посмотрим. Так, rest my student group. Ну, лепота. Ну и что получится. Пробуем. Вот, кстати, непонятно. Вот оно, в принципе, куда-то маршетизируется. Будем дальше разбираться. Кстати, интересный такой интерфейс у пирамиды. Можно на нужном уровне открыть его и посмотреть. Not json-serializable object. То есть можно открыть, скажем, консоль и посмотреть, чему равно O. Build-in function id. То есть мы не можем его отобразить. То есть все это работает, но не работает. То есть сам карнайз работает. Неправильно у нас настроено. Match ticked. Ватак id. Группа id. То есть есть такая глобальная функция, id называется. А-а-а. Вот оно все. Вот она ошибка-то, где зарылась. Отформатируем код, чтобы не ругался. Красоту навели. Теперь смотрим. Видите, сервер перезагрузился. Rest type payment изменили. Но здесь, к сожалению, руками нужно. Control error. О, видите, все вернулось. Подключаем наше хранилище. Получается, по умолчанию, по группе id у нас будет работать режим отображения информации. Группы. В группе у нас... Что у нас? Name и Code есть. Так. Мы должны таким-то образом расписать. Давайте попробуем. Я маленько подзабыл тут, как оно тут работало. В тесте. Сейчас посмотрим. Tests. Вот зачем нужно документацию писать? Потому что ничего все равно не помнишь. Тут object id. Который у нас в ки валяется, да? Object id. Так. Мы теперь должны загрузить наш объект. Откуда у нас берется группа? From. Значит, мы находимся на уровне student group. From group. Значит, этой точкой можно пользоваться, если у вас проект представляет собой пакет. Иначе Python будет ругаться. Говорит, я не пойму, откуда его брать. Относительно чего. Относительно какого пакета. Import group. From student. Import. Короче, вот мы его загрузили. Так. И нам его нужно показать. По идее, у нас есть механизм в JSON превращать, да? Группы. Но здесь мы, наверное, не будем его использовать. Но здесь мы лучше напишем более компактно. Смотрим. То есть name равно g.name. Что там у нас еще есть? Code g.code. мы их вернули можно конечно этот object id из группы взять правда я не помню мы его по-моему не устанавливаем в качестве аргумента вот возвращаем d и контролер missing object id baseload нас там не хватает первого параметра из какой базы данных так а базу данных у нас from .mongo.com import db грузим мы его из db так ну она перезапустилась я уже отвык такого сервиса ну вот видите name такой-то код 1234 нашелся можно chrome также посмотреть где-то мы берем этот адрес и в командной строке запускаем видите что получается нам возвращается идей то есть таким образом если корал считать одной из распределенных компонент вот наш рест api сервер другой распределенный компонент вот таким образом мы построили небольшое распределенное приложение можно сделать редактирование можно исправить ошибки но я думаю что здесь наверное это уже где у вас проблема проблема у нас в base здесь заметил что видите мы db групп берем пазу данных логер группу . load мы следованы от base вот он от db только групп берет здесь нам нужно придумать способ как сделать ну например можно целый с name взять логер нижний регистр то есть взять имя нашей нашего класса мы когда вот выполняем первым параметром вот этот групп образом передается у него название групп если мы его все буквы сделаем маленькими на групп вот name это строка представляющая название нашего класса тут преобразовываем в lower по идее правильный был бы вариант сделать вот так сделал специальный атрибут там collection collection равно например group это первым делаем ну кстати давайте сразу сделаем сейчас нужно проверить если у cls вот этот вот атрибут если call name имя коллекции равно вот этому полумолчание теперь если если у нас такой атрибут есть collection у cls то тогда call name равно cls точка коллекция может быть кстати можно что-то вроде get a dictionary использовать ну скорее всего все будет работать так и программировали еще control r запускаем атрибут must be a string not type где это у нас проблема из автор коллекция наоборот наверное у кого потому что давить сработало отлично может стать проект работает давайте неправильно поставим например так да создает исключительную ситуацию у нас нет такой группы хотя конечно нужно было сделать специальную конструкцию проверять если коллекция на это в свою очередь нас ускоряет усложняете процесс работы системы лучше наверно ты ставим про так ну что я хочу сказать несмотря на наше все мытарства мы сделали простой рест айпи для одной конструкции в качестве лабораторной нужно дописали нужно дописать этот проект так чтобы выполнены были все функции можно было показывать студентов группе то есть это будет возвращаться что-то вроде такой конструкции здесь пошел список то есть тут можно написать что типа как листу студентов равно чему то то есть посчитать и потом пошел список лист или студент лучше все таки чтобы это лист потому что можно было со стороны клиента в джава скрипте реализовать процедуры отображения опережущими известными полями возвращаемом джессоне и тут айди а список иди просто такой если реализовывать постраничное отображение то естественно нужно и номер задавать и смещение относительно общего списка ну а на этом я заканчиваю вопросы пишите до свидания да я сейчас еще оформлю это в виде пакета заброшил на гитхаб адрес напишу нет нет до свидания Media мы